Здравствуйте! Еще раз, уважаемые коллеги, те, кто с нами был и те, кто к нам только что присоединился, мы возобновляем трансляцию нашей конференции и к нам присоединился следующий спикер. Алексей, можете включить микрофон, потестировать связь пока что? Да, вот. Раз, 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 два, три. Хорошо, слышно. Окей. Алексей, я пару слов о вас скажу общих и, в общем-то, потом прошу вас добавить немного о себе информации. Алексей кандидат педагогических наук по специальностям педагогическая психология и педагогика. Он проходил обучение у Стива Де Шейзера и Инсу Кимберг в Праге. Ну и, наверное, было бы полезно рассказать... Давно. Давно, да. Чем вы сейчас занимаетесь, какого рода практику ведете или преподавание, ну, многое с себя. Тут несколько сторон про себя, если мы потом перейдем к презентации и так чуть-чуть после обеда расслабимся. Я надеюсь, вам понравится. Ну, чем я занимаюсь? Я после, так сказать, обучения, да, там случилось в институте, действительно, это был такой интересный момент в жизни. Но, как сейчас я узнал, то у меня не было сведения о том, что в 94-м они были в Москве. И, видимо, следующий спикер как раз об этом нам поведает. Это очень интересно. А я был, соответственно, человек молодой, поэтому я не входил тогда, да, в какую-то, соответственно, ну, тусовку психотерапевтов и так далее. И мы так все это изучали. И поэтому чувствовал себя несколько изолированным, да, то есть у меня не было контактов по этой теме и так далее. Я ушел, в принципе, там, в обучение персонала и занимался этим года до... Потом это стало все больше обучения, потом это стало действительно развитие, там, психотерапии, своих навыков и умений, да. И где-то, соответственно, последние, ну, там, допустим, лет 5-6-7 все больше и больше занимаюсь консультированием и практикой, да. То есть сейчас есть и желание расширять, и, в общем-то, уже достаточно плотно, да, вот сегодня выходной день. А вчера мне пришлось на некоторое время отойти к клиентам. Я оставил записываться экран, тут подбежали дети, оказывается, которые все смотрели. Им очень понравилось. И младший ребенок сказал, что он не против быть психологом, потому что это помогает ему заснуть и так далее. Вот, в общем, такой цирк. Но сегодня их, кажется, нет около голубых экранов, поэтому мы можем спокойно. Вот, что еще, да, я преподаю много в институте, и главное это ленинский педагогический, ну, венпед. И там у меня, как бы, есть еще такая занятость, да, социальная. Это руководитель психологической службы, то есть мы студентам помогаем, и, естественно, в рамках solution-focus-подхода это идет замечательно. Что касаемо научной части, я стараюсь вести некие исследования, которые касаются вот именно того, как человек видит будущее, там, конструирует его, и здесь непонятный такой баланс между когнитивной терапией, да, там, конструктами и вместе с тем вот ориентированными решениями штуками, да, потому что здесь много будущего включается, и тут все как-то по-разному и интересно. Вот такая, наверное, основная тенденция, в которой я живу. Ну, вот. Если. Да, Алексей, спасибо большое. Да, да, это полезно. И я вам задам вопрос, который всем уже задавал. Ваше знакомство с ориентированным решением-подходом. Как это было, как вы пришли к этой практике, то есть какие-то истории жизни? Ну, здесь два фактора сыграло роль. Во-первых, то, что я люблю прогуливать, и студенты тоже удивляются иногда. Вот, но смысл в том, что семинар, на который я ездил, он был просто с 1 сентября по 3 сентября, поэтому это было удобное время, соответственно, несколько дней самых таких странных в институте в общем не обязательно нужных, да, потому что там читают обзорные лекции и все это ерунду. А второй фактор, то, что я люблю пиво, и Прага, это, в общем, достаточно пивной центр, поэтому этот фактор тоже сыграл роль, это я совершенно четко помню. Вот, и, ну, здесь некий общий язык с solution-focused therapy я тоже нашел, потому что, ну, дальше реклама алкоголя нельзя, да. Вот, потому что все это сопровождалось определенными промежутками, да, когда люди собирались как-то разговаривали и обсуждали, ну, там, проблемы и решения, вот, в разных местах. В том числе и я знаю, что Стив Де Шейзер варил пиво, собственно, дома у него был аппарат и свой сорт пива, так что такая тема есть. Ну, вот так как-то случайно получилось, и мы переписывались сначала, ну, там кое-где я это, не важно, в общем, такое случайное знакомство. И, конечно, я зафанател и так далее, но вот, как бы, ушел в другую область, чему я очень жалко, да, потому что, видимо, ну, звезды не сложились так, как бы, а сейчас вернулся, ну, уже несколько лет получается. Окей. Вот такая история. Но я помню, что, естественно, все это было и в жизни, я почему, да, вот решил про жизнь сегодня рассказать, про как помогает, скажем так, Солюшен Фокус в жизни, потому что и дети росли и растут, и, там, отношения с супругой и так далее, да, возможно, это нам помогает сохранить, там, какой-то счастливый брак, соответственно, который просто давно уже, да, биться, опять же, с институтских времен. Тут такая есть тоже нюанс, то есть мы когда-то собираемся и знаем, что делать, как выходить из каких-то трудных ситуаций. Но сегодня про брак меньше, честно, так мы, в общем, по принципам пройдемся. Вот. Такие пироги. А потом, да, как бы, я понял, что, опа, и здесь уже много людей, которые этим занимаются, ничего себе. Вот. И надеюсь присоединяться к социальной жизни какой-то. Алексей, ну, я от себя добавлю, что Алексей написал книгу, выпустил, да, в прошлом году, получается. Да, могли бы пару слов про книгу рассказать, потому что, например, про это, может быть, кто-то не знает. Ну, книжечка, да, она планировалась как методическое пособие для студентов, потому что в институте, да, там у меня были группы вот именно студентов-психологов-практиков, в котором я преподавал предмет под странным названием психотерапия, да, и вот туда надо было, как бы, все воткнуть, поэтому мы занимались в основном ориентированными на решение терапии, и там я начал, как бы, материал просто набирать, и все это так компоновать, да, а потом как-то оно скомпоновалось, и людям на семинарах это тоже пригождается, соответственно, как такой разночный пост. Но, честно говоря, я вот не видел, в 2005 году был сборник Черникова, да, где, ну, это замечательная, вот это самое, как статья, не статья, а большая статья, да, ну вот, а так больше как-то не было таких, знаете, структурных пособий, где изложены там структуры сессии, да, там какой вопрос задавать, ну, зачем они нужны, и вот, вот, такой, как сказать, подробная, да, штука, какая-то тактическая, оперативное руководство. Ну, я подумал, что это неплохая идея была бы. А как называется книга? Она называется «СФБТ, ориентированная на решение краткосрочной терапии». «СФБТ, ориентированная на решение краткосрочной терапии». Да, она есть в интернете, то есть, ее можно скачать там задешево на какие-то, на Amazon, Google, Litres, ну, вот эти сайты, где они, в общем. Окей, я название книги скину в чат, чтобы наши слушатели имели... Ну, так и называется, да, по буквам, как аббревиатуру. Хорошо. Спасибо большое, Алексей, за прелюдию такую. Ну, я предлагаю вам перейти к докладу, я подготовил, открыл вашу презентацию, и как только дадите отмашку, я ее начну показывать. Давайте попробуем. Первый слайд, да, вполне. Мы поговорим, соответственно, о том, как solution-focused штука и подход, и, соответственно, принципы помогают нам в жизни и справляться с какими-то проблемами, потому что, следующий слайд, проблема, конечно, у всех нас периодически, возникают, и не секрет, что они, как бы, ну, жизнь без проблем, это жизнь довольно странная, да, то есть проблемы ставят нас какие-то, конечно, перед тем, как развиваться, как идти куда-то вперед и так далее. Поэтому работа с проблемами, да, обработка проблем правильная, это, конечно, очень важная вещь. Но надо добавить, что в ОРКТ, СФБТ, понимание проблем довольно необычное, потому что любые проблемы понимаются как вещь достаточно временная и имеющая из себя исключения. И вот эта временность проблем – это тоже очень классная такая затея, да, которая греет действительно душу. Ну, собственно, высказывание Дешейзера, да, проблема случается. То есть было там и happens, и shit happens. Но это временная вещь, да, из которой мы можем обязательно найти выход, точнее, да, и разработать решение, которое будет нас вести, как какое-то вот такое интересное продвижение вперед. Ну, давайте, следующий слайд. Пока я расскажу про такую вещь, которая мне действительно недавно в голову пришла, такая метафора лабиринта, да, то есть когда мы, представьте, что мы стоим в какой-то замкнутой комнате, где есть много вот входов, выходов, и мы не знаем, в какой идти. Но если мы очень внимательно предчувствуемся, да, почувствуем вот это, может быть, слабое дуновение ветерка, может быть, запах воды, который идет из какой-то вот отверстия, да, куда мы должны пойти, поползти. И если мы правильно предчувствуемся, да, почувствуем вот это, найдем какие-то признаки первые, и туда, 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 и все шире и шире, и этот аромат все лучше и лучше, да, и, соответственно, близость воды, и близость свежего воздуха, и мы как-то потихонечку выходим наружу. Такая, в принципе, красивая древнегреческая метафора. Но не всегда получается обращаться к терапевту, да, то есть у публики такое впечатление, что слишком много психологов, да, там все они бездельники и просто задают вопросы. То есть поговорить с другом, это, в принципе, то же самое. Ну, тут вот цитата Оскаруэлда, это про любовь, да, «Любовь вышла из меды, ее убили поэты, они так много писали о ней, что все перестали им верить». Ну, возможно, психологи пишут много о терапии, поэтому не все решаются, да, но как бы и самим полезно знать какие-то штуки, и, наверное, клиентам тоже рассказать. Поэтому вот я так небольшую такую юмористическую в чем-то презентацию решил показать. Следующий слайд. Дмитрий, спасибо. То есть можно попробовать те вещи, которые придумали Инсу Кенберг, это, соответственно, как его называют, там, не знаю, мать, Солюшн Фокус Терапии, да, мама там, и супруга Стива Дешейзера. Инсу Кенберг очень много сил, времени, внимания уделяла, соответственно, продвижению Солюшн Фокус Терапии и распространению в мире. То есть как, ну, на самом деле, вот я тут теряюсь, как можно там переписываться со всеми людьми в мире было, да, и общаться, и всегда она помнила, кто где, ну, так, то есть это очень интересно. Там высылала какие-то пособия, книги и так далее. То есть шла совершенно контакт и очень классно это дело продвигала, вместе с тем, оставаясь очень таким цельным философом, цельным терапевтом, по мнению Дешейзера, самым лучшим в мире. И просто очень таким системным человеком, да, добрым. И вместе с тем очень она заботилась о себе, гуляла, там, занималась йогой и так далее. То есть есть приглашение попробовать, да, на себе. Принципы, ориентированные на решение терапии. И следующий слайд. Супруг Инсу Кенберг, соответственно, Стив Дешейзер. Стив или полностью Стивен похоронены, они вместе в Миллоке. Терапевт с бритвой, почему-то его называли, или дедушка семейной психотерапии. Ну, с бритвой, потому что он любил отсекать все лишнее. И бритва, опкома, это принцип, да, такой, что не следует оплодить сущности без необходимости, множить сущности. Соответственно, берем только то, что нужно, берем только то, что помогает, то, что работает в каждый конкретный момент. И следующий слайд. Спасибо. Я вот смотрел передачу, научно популярную, про рудники и так далее. И там было слово обогащение руды. Я подумал, ничего себе обогащение. Они же выкидывают, наверное, 95% этой руды. Не знаю, в зависимости от... А то и больше, да, 99% и так далее. Мне так понравилась эта метафора, что я ее решил теперь распространять по всему миру. То есть мы обогащаемся через удаление всего лишнего. Это очень здорово. Это очень классная вещь. Если подумать, ну, я не знаю, там, о каком-нибудь тайм-менеджменте, да, говорят, там, удалите все лишнее и так далее. Но зачем мы это делаем? Мы на самом деле удаляем все лишнее, чтобы оставить там свой любимый блокнот, да, свои любимые там какие-то встречи, на которые нам нужно ходить. То есть это действительно такое удаление всего, но при этом оставление остаются те вещи, которые наиболее нужны, наиболее важны ценой в нашей жизни. И так она становится богатой, потому что мы можем еще вещи принимать тогда, новые. Следующий слайд. Стив Дешейзер очень любил готовить и выписывал кулинарные журналы и так далее, да, то есть по рассказам, по статьям и биографиям. Кстати, целостной биографии такой вот я не видел, как бы, ну, немножечко хочу над этим поработать. В философском таком смысле, он очень интересный философ. И когда он готовил, он очень любил все удалять, да, там, у ножек курицы он удалил не только кости, там, да, но какие-то маленькие сухожилия, у брокколи или там цветной капусты он тоже вырезал, всякие штучки, которые, ну, помешают воспринимать вкус, то есть он относился к этому очень тщательно и действительно, вот, очищал, обогащал вкус. Спагетти, рецепт реальный совершенно, есть у нас вот на сайте, который так немножечко начал. Ну, там тоже переводы статей кое-какие, да, и такое приглашение почитать, да, и поучаствовать в каких-то, ну, в общих делах, которые, вот, там, встречи и так далее, briefsociety.ru. Там есть и статья Ивана Долман, сотрудница центра в Миллёке, где она выдала секретный рецепт, настоящий Стива Де Шейзера, ну, на самом деле, там, как бы, макароны с курицей, можете попробовать приготовить. Такое вот интересное отношение. Следующий слайд и интересный принцип, да, который мы берем с собой, принцип обогащения, принцип удаления лишнего. Поиск и игра, воображение и юмор. Следующий слайд пропитывают всю solution-focus терапию, безусловно, там, воображению уделяется очень значительной роль, да, при задавании вопросов, при определении целей на первых сессиях и так далее, и так далее. То есть, воображение на реальность, ну, конструированная реальность, конечно, она в чем-то там первичной является для таких постмодерн-подходов. Собственно, тут и речи нет, но чувство юмора тоже, да, должно сохраняться. То есть, насколько я помню и насколько я понимаю, в общем-то, присутствие юмора на встрече, на первой встрече, даже, да, когда клиенты бывают и плачут, расстраиваются и так далее, и ссорятся обязательно, то чувство юмора и шутки, они не только допустимы, да, но они являются хорошим показателем прогресса клиентов. Ну, а в нашей с вами жизни мы прекрасно знаем, что когда мы улыбаемся и шутим, то все гораздо лучше получается. Следующий слайд. Все гораздо лучше получается, и мы движемся к нашей мечте, да, с шутками и предболбками. Главное, правильная цель поставить. Ну, окей. Это такой маленький стёб. Следующий слайд. Тут такой момент, да, только подмечаемые какие-то маленькие кусочки чуда, которого происходят, да, изменений, которые происходят в правильную сторону, ну или нет. И замечательный вот мем, который у меня встретился в сети. И даже то, что быть не может, однажды тоже может быть. То есть любая проблема, любое чудо, любая проблема имеет свои чудеса, да, имеет свои маленькие исключения или большие исключения. Бывают целые дни хорошие. Обратите внимание на себя. Например, я думаю, что сегодня для всех там вполне неплохой день. Ну, мы тоже об этом поговорим. И здесь тут вопрос, насколько мы подмечаем такие вещи, которые происходят, может быть, прямо сейчас, которые являются нашими хорошими изменениями по жизни. И главное, что не только надо их подмечать, да, но и развивать и усиливать. Следующий. Здесь еще маленький стёб, да, по поводу того, что никогда, никогда, никогда не нужно сдаваться. То, что, видимо, вот вчерашнее обсуждение про клиентов, которые любят ходить долго, любят или нужно, и так далее. На самом деле, самые лучшие клиенты, да, потому что они работают над собой, и вы им помогаете, это же супер, замечательно. Но никогда не нужно сдаваться, по выражению Черчилля, который нашел свой, наверное, solution focus, да, он говорил своим долголетием, я обязан спорту, это только решение, которое он сам для себя выработал, я им никогда не занимался. Следующий слайд. Ну, здесь такая фейсбучная картинка. На самом деле, я раскрою карты в течение там некоторого времени, когда меня любезно пригласили организатора, за что им большое спасибо выступить, да, я проводил такое некоторое исследование тем, которые бы собрали наибольшее количество лайков. А поскольку в фейсбуке у меня довольно много друзей, и они лайкали разные вот такие картинки, то я выбрал самые хитовые картинки и разместил их в эту презентацию, которую, я надеюсь, можно будет скачать. То есть, видимо, эта картинка была тоже полезная, потому что, ну, здесь все принципы, на самом деле, видите, там, почему люди сдаются, ждут быстрых результатов. Ничего себе, да, в РКТ принято такая тоже принцип, да, медленных изменений, пошаговых изменений, маленьких изменений. И я вспомню, там, Эва Липчик, одна из тоже соучредителей, скажем так, СФБТ, она говорила, что ну, вот, и сейчас она пишет о том, что краткосрочные терапии, на самом деле, не обязательно должны быть быстрые, да, то есть, это вполне, может быть, как медленная школа. И быстрые результаты, ну, они иногда там пугают, шокируют, а отпугивают даже, наверное, поэтому хорошо, идти потихонечку. и так вот, видите, по всем, по всем можно пройтись пунктом, но это мы сделаем, вы сделаете индивидуально, потому что у нас времени не так много. Следующий. А мы зацепимся за принцип, замечательный, один из таких вот, core, базовых принципов, на самом деле, который называется, делайте то, что работает. Следующий слайд. То есть, мы повторяем те наши усилия, те наши движения, да, те наши поведения, мысли, эмоции, которые нам, ну, не только примеряют нас с реальностью, да, но и двигают нас вперед, дают нам выжить, возможно, когда-то. То есть, вот тут такая, картиночка тоже, которая собрала много лайков, что если мужчина будет обращать внимание, да, на лишний вес женщины, то, в общем-то, это не самое лучшее поведение в его жизни. Следующий слайд. Как быть счастливым. Верь в чудеса. Опять картинка, которая на Фейсбуке собрала массу лайков. Верь в чудеса. Позитивное ли это мышление, да, но здесь, в общем, пересекается, наш подход СФБ, это и какая-то концепция позитивного мышления, там, позитивный психолог, конечно, не так все, ну, оптимистично, может быть, так, как хотелось бы, в плане работы, там, с трудными клиентами, с трудными ситуациями и так далее. но вера в чудеса и надежда, вот фактор надежды, сегодня обсуждали и вчера. И эта тема будет проходить всегда, соответственно, с нами. Ну, why not? Радуйся жизни, помогай другим, делай то, что нравится, читай книги, меньше смотри телевизор, люби свою работу, занимайся спортом, посмотри страхом в глаза, верь в себя, будь ближе к семье и друзьям, то есть социальное окружение, это тоже очень важно, да, мы не эгоисты в плане позитивного мышления, но мы обязательно, как супер выступление Михаила, я это попробую как-то осмыслить про социальную карту, да, здесь действительно много каких-то сходных моментов в техниках, ну, и в подходах, но вот как-то это так он методологически обосновал, интересно, поэтому надо об этом обязательно подумать, да, вот о создании социальной сети и работе с контактами, так скажем, ну, понятно, что это такая тема отдельная для практики. Следующий слайд. Не делайте того, что не работает, это еще один ключевой принцип, solution focus, такой традиционный, да, следующий слайд, он говорит о том, этот принцип, что, конечно, терпение и труд все перетрут, но инсу всегда добавляла такое, стоит лебиться головой об стену, да, стоит лебиться головой об стену, делать вещи, которые заведомо не приводят к успеху и подтверждают проблемное поведение, ну, вы понимаете, о чем я, то есть кататься там на лыжах летом не всегда полезно. Следующий слайд. И еще один ключевой принцип solution focus терапии. Видите, как бы, казалось бы, понятные вещи, но они пропитывают всю нашу жизнь. Если не работает, сделайте по-другому. То есть, следующий слайд. Мы ищем определенные новые области, да, движения. Сейчас это, может быть, называться там зона комфорта, что это называлось, там, застоялся на месте. И вот в этом новом формируются те, соответственно, цели, те тенденции, куда мы будем развиваться. То есть, это, конечно, два разных круга, круг проблемы, где существует проблема, и круг решения, они очень часто не пересекаются. То есть, решение идет отдельно от проблемы. Это еще один такой важный принцип. И следующий слайд. Ну, просто посмеяться. Этот принцип по-английски называется Do something different, то есть, сделать что-то другое, да, по-другому. Но я думаю, что даже если оказаться на нембитаемом острове, то все равно можно что-то попробовать сделать по-другому. Следующий слайд. В любом месте веселее вместе. Ну, такой социальный девиз, да, как бы, с помощью других. Следующий слайд. мы поддерживаем друг друга, да, глазами другого, соответственно, мы видим, как мы меняемся, и когда мы приглашаем там супругов на консультацию, да, и так далее, или встречаются два терапевта, они вполне могут обсудить свое видение там, друг друга со стороны, такой 3D-взгляд. Следующий слайд. Наше видение не всегда объединено, оно может быть разное, но мы видим, как правило, разные стороны, когда в этом виденном, в этом образе, и эти стороны, которые мы считаем, там, что они пересекаются, да, друг на друга, или мешают там развиваться дальше, на самом деле, они, может быть, это просто целое с разных сторон, и мы вместе работаем над этим. Да, такая смешная картинка, которая собрала очень много лайков, то есть, мы работаем над общим будущим, но чуть-чуть по-разному. Следующий слайд. Здесь об уважительном отношении друг к другу, безусловно, некая позиция такая, вот, уважительная, должна присутствовать во всех отношениях, да, и особенно это наблюдается в том же самом подходе с ФБТ в этом же самом, да, потому что клиента-терапевт, в общем-то, терапевт имеет задачу не вмешиваться в реальность клиента, да, а как бы выращивать ее в лучшую сторону для самого клиента. Следующий слайд. Еще одна концепция вот бинокулярного зрения, да, или как это называется, 3D-взгляд, да, взгляд с разных сторон, может быть, когда-то стоит спросить окружающих людей или выяснить их мнение, как они видят вас, как они видят, там, не знаю, ваши проблемы на области, и возможно окажется, что не все так плохо. Следующий. Здесь просто о том, что, в общем-то, жизнь не сводится к каким-то таким достижениям, да, совершенно конкретным, там, типа, из материального этого мира, но, опять же, в отношениях, в социальных вещах, да, и в нематериальных можно получать гораздо больше, чем удовольствие, и счастье, и смысл жизни, чем в каких-то узких материальных. Следующий слайд. Еще одна такая вещь из абсолютно, да, такой традиционный классический solution focus, выражение стихо Дешейзера стак, выгод стак, вифри стак, и так далее. Он очень любил это слово, застряли, да, не едет дальше наши машины, но, как правило, здесь, то есть, не как правило, а всегда застревание, это включение в такой вот замкнутый круг от старого мышления проблемного, да, к старым результатам. Что-то меняем, что-то может меняться. И здесь нужно обязательно упомянуть вот это супер высказывание. Мышление о проблемах создает проблемы, да, мышление о решениях solution создает решение. Следующий слайд. Но иногда приходится включать механизм случайных чисел, да, генератор случайного поведения и смотреть, то есть, если мы реально можем застрять, то почему бы нам не попробовать что-то такое наугад сделать. И, как вы знаете, те, кто проходил обучение, да, достаточно много заданий в СФБТ связано с таким генератором случайных чисел, да, или случайное задание, или задание случайное для друг друга, такие сюрпризы. но и по жизни, насколько я там читал, Стив и Инсу, когда путешествовали вместе и исследовали новый город, да, они просто на каждом перекрестке улиц бросали монетку и монетка определяла там, орел направо, решка налево и пошли. Часто их вылавливали в совершенно непонятных концах города, вот, или как-то они там добирались на такси обратно, но зато люди говорили, вы же не посмотрели наши достопримечательности и так далее, но Инсу и Стив говорили, зато мы видели город глазами местных жителей, глазами, в общем-то, такого, да, незамутненного взгляда, что называется. Это тоже очень классный принцип, который нужно, не считая, применять в жизни, может быть, даже там, в каких-то действительно рабочих моментах, да, или рутинных моментах, ну, из серии, знаете, сейчас популярный совет, да, там, для развития мозга, мира, добирайтесь на работу, там, разными маршрутами, ноги, возьмите монетку и подбрасывайте каждое утро. Такая вот тема. Следующий слайд, мы уже движемся к концу, про сегодняшний день, я думаю, что сегодня хороший день, и сегодня замечательный день, потому что сегодня день, когда состоялась действительно первая по этому подходу, собрались люди, которые, к сожалению, не видно, но мы надеемся, что мы все познакомимся в реале и в 3D объеме, да, вот, которые занимаются этим замечательным подходом и собираются его развивать, я надеюсь, это тоже очень важно. Поэтому я с вами, ну, как так, официально буду прощаться, еще будет часть вопросов, да, но looking forward, так сказать, смотрел в будущее на осень, когда будут какие-то мероприятия, да, и, соответственно, надеюсь, своей там научной работой какой-то вклад внести, ну, такой более, может быть, теоретический. Ну, так, пошутить я попытался сегодня, следующий слайд, вот, и, как в конце сессии обычно стих говорил, да, удачи вам всем, спасибо. для целых. Теперь готов ответить на вопросы, я, к сожалению, не вижу вопросов из общего экрана, но, вот, может быть, что-то есть. Алексей, пока вопросов нет, но я призываю нашу аудиторию подключаться к обсуждению, тем более, что у нас есть для этого время. Если вдруг вопросы появятся в чате Google+, Алексей, вот слева в менюши чат. А, я вижу, ага. Чат открыт? Нет, не чат, а чат, это внутренний чат, а вот четвертая сверху иконочка это вопросная аудитория. Вижу, вижу, вижу. Это на случай поступления вопросов оттуда. Ну, вопросов нет, тогда мы что можем сделать? Мы можем провести с пользой или чат? Ну, да, у меня на самом деле есть вопрос про солюшный фокус лайфстайл. Я когда увидел в сетке название вашей темы, тема вашего доклада, я подумал, блин, какая крутая тема на самом деле, потому что мы с точки зрения практиков про это много говорим, техники, технологии, методология, философия и все такое прочее, да, но вот, ну и со стороны нас как практиков мы видим нашу работу с клиентом, да, мы видим альянс, мы видим, как продвигаются, ну и все такое, все такое. Стараемся. Да, да, безусловно. Но, так скажем, действительно, солюшный фокус подход это скорее способ мышления, нежели, да, конкретная практика и он гораздо шире и действительно этот тип мышления, он хорош и в контексте частной жизни, да, в контексте каких-то практик, которые мы сами с собой делаем. Вот, наверное, мой вопрос такой, да, много классных шуток было в докладе, но вопрос более серьезный. В вашей личной жизни, да, какие, солюшный фокус практики, ну, наиболее прижились в наибольшей степени? Монеточность всякая, вот, то есть мы генерируем случайное поведение достаточно часто, вот, мы обязательно с детьми стараемся просматривать школьные вещи, школьные успехи и ставить по шкалам цели, вот, то есть мы, на самом деле это было очень затребованно и, ну, старший ребенок, у меня владших классах, да, там не очень хорошо себя вело и так далее, вот, но мы, соответственно, какие-то изобретали вещи по дороге в школу, мы пешком шли, там, 20 минут, и как раз этого хватало, чтобы такую планерку устроить, да, поскольку я других подходов практически тогда не знал, да, сейчас там я когнитивно знаю, терапию и так далее, в общем, все это происходило в спонтанном таком solution-ключе, поэтому, да, все это работает абсолютно реально, ну, понимаете, как бы здесь есть система клиент-терапия, да, в, так скажем, привычных для нас отношениях, да, мы как-то вот тот клиент, тот терапевт, мы подсоединяемся к этой системе, мы выходим из нее и так далее, то есть достаточно сложно запустить внутри себя лично вот этот механизм и в отношении себя, вот это вот, конечно, переломная точка, о которой, наверное, стихо говорил, да, что мышление, язык, да, solution-focused language, язык, он, как бы, либо есть, либо нет, и здесь еще вот момент для самих терапевтов в развитии, что не получается, не идет до тех пор, пока у тебя в мозгу не начинают переключаться реально вот эти, я не знаю, там, как это называется, неровные связи и так далее, да, вот уже на таком уровне, но, собственно, и вся терапия уже есть в этом подходе, да, такое развитие положительных, как бы еще и видеопрезентацию там Эллио Токорни, который показывал слайд с мозгами, там, ну, непонятные области были выделены желтеньким, ну, так я особо не разбираюсь, но я думаю, что это к тому, что действительно идет там какие-то изменения вполне нейрофизиологические, поэтому мы с Виктором решали тему, да, и мы думали, там, поговорить ли о нейрофизиологии, но как-то мы не сошлись в понимании того, что там нейрофизиология Solution Focus особо там сейчас востребована, ну, попозже, наверное, будем этим заниматься, вот, но, соответственно, какая-то здесь есть такой вот волшебный нюанс в том, что это не просто, эмоции, не просто мышление, не просто поведение, которое перестраивается, а чем глубже это все меняется, так меняется и мозг, абсолютно. на самом деле, история про нейрофизиологию, она такая сейчас, да, в тренде, и, наверное, будет очень актуальная, история про изучение нейрофизиологии, точнее, не про изучение, а про вообще про экспликацию, да, всех историй когнитивных, нейрофизиологических, и вот предварили мой вопрос про то, у нас поступили вопросы еще от публики, я сейчас все зачитаю, но вот мой вопрос был такого рода, само вот это вот сдвижение, вот я использую, ну, достаточно такой, такой грубый образ, я говорю о том, что мозги начинают скрипеть, да, когда это скрипит, да, когда это скрипит, приживается, да, я помню это по себе, когда я первый раз, впервые узнал о подходе, впервые начал задавать вопросы в родстве solution focus, действительно, тоже сложное задание, да, задать вопрос, да, что скрипят мозги, вот в личной жизни, да, переход к этому мышлению, действительно, сложно сдвинуться самому, вот может быть какие-то у вас есть свои личные истории, либо советы, да, что может помочь в своей собственной жизни этот способ мышления, там, чаще использовать, или какие-то микропрактики? Микропрактики, это просить, говорить, озвучивать, то, что идет хорошо, вот это очень важно, то есть обратный фидбэк от партнера, ну, дети, смотря какого возраста, да, они просто-то либо киваешь на то, что говорится хорошего, либо, соответственно, игнорируешь то, что говорится плохого, вот, наверное, секретная практика, либо просить обратную связь положительную, это очень важно, и давать ее, безусловно, то есть мы не возводим это в культ, я не знаю, там, как бы, планерок мы не устраиваем, там каждую неделю в 7 вечера, в воскресенье, нет, чем больше этого, тем лучше отношения, абсолютно точно, потому что любой брак, он испытывает какие-то там волны, да, есть периоды хорошего совместного жития, там есть какие-то периоды, когда не устраивают, но опять же, эти проблемы, которые дают нам возможности, в эти моменты, можно сказать, наш потенциал повышается, ну, так-то. Да, беспорно, и для этого нужна, наверное, определенная, иногда, иногда большая воля, да, для того, чтобы, несмотря на происходящее, печальное событие, да, увидеть вот это вот, да, как вы сказали, что-то происходит тогда, когда ты замечаешь, да, увидеть это маленькое чудо, даже, даже когда оно незначительное. Алексей, вот для вас несколько вопросов от аудитории. Для вас... Я могу, знаете, сейчас давайте я вклинюсь, потому что мне интересная вещь пришла в голову, мы, я просто ее сейчас осознал, и, может быть, это действительно будет, так, для кого-то хорошая практика, я не убил ее, потому что я не понимал, что она прошла. Где-то года три назад мы с женой сидели, ну, числа 30-го, допустим, там, перед Новым годом, еще не после, а перед, и мы, я как-то был увлечен будущим, реконструирован будущего, а, наверное, потому что книжку писал, и, соответственно, я начал выспрашивать, типа, что мы хотим, и мы как-то сделали такой вот, мы с Галюш-турм, прямо вот, очень, где-то час, наверное, про это говорили, и как-то дополняли эту картину, то есть, действительно, как принято. Это было как-то спонтанно, так получилось, и вместе с тем было очень загадочно, и интересно. И все, что мы проговорили, вот я сейчас понял, мы все это сделали. Алексей, а вы про это говорили, как именно, да, это были какие-то общие маски грубые, или это было... Подробно. Подробно. Да, достаточно подробно, то есть, там и квартира обсуждалась, ну, то есть, прям детально, да, и все такое. Вот, и там положение, ну, всякие мелкие штуки, неважно, и крупные штуки, и очень подробно. То есть, оно пошло, так, обсуждение, как бы, иногда, да, там скажут, ну, мы хотим вот это, да, как бы, и все. А здесь мы как-то очень детально, и мы, как гладко это сделали. один говорил, другой штрих добавлял, и вот, как, не знаю, с чем сравнительно, ну, как-то, все колеса ехали, короче. Тут было здорово, и я сейчас понимаю, что действительно это все. То есть, а иногда садишься, вот то же самое делаешь, ну, вроде как-то есть картинка, но нет такой увлеченности, может быть, я не знаю, вот такие штуки, да. Причем, я не вел это, я делал это абсолютно, вместе от на равных дел, как, без секретных техник. Мне интересно, что в вашей жизни помогает трансформировать, ну, так скажем, сконструированные вот эти вот картинки, сконструированные истории, предпочитаемые, трансформировать в реальный опыт? Ну, здесь мотивация, вопрос мотивации, вопрос силы воли. Очень я люблю сам использовать предсказания, как домашнее задание, которое дают, но это задание-предсказание, Виктор вот описывает в книге, у меня, кстати, про домашнее задание меньше, а у него прям целая большая голова, там подробно все. Предсказывание, предсказываешь, какой будет следующий день в отношении там каких-то продвижек. И я сейчас, иногда страшно этим пользоваться, потому что предсказываешь и начинаешь работать, и писать статьи, и так далее, то есть, это работающая вещь, но слишком как бы, тут надо это и меру знать. Ну да. Хорошо, спасибо. Вопрос первый от аудитории. Для вас изначально какой тип мышления был характерен, проблемно ориентированный или направленный на решение? Я могу очень просто ответить на этот вопрос. У нас есть обстроенные базовые эмоции, из которых шесть помогать, ну, как бы, не способствующих продвижению, да, и интересы, радость, которые способствуют продвижению. Поэтому, вот смотрите, как бы, да, я считаю, что мозг любого человека, он настроен эволюционно на поиск опасностей, на поиск проблем, на поиск тревог, куда сбежать и так далее. Вот такого плана. Чисто по эволюционному фактору. То есть, чем больше боишься, тем выживаешь. А здесь другая модель. Здесь ты ищешь возможности для развития. Это уже, понимаете, как бы, это социальная модель и это конструктивистская модель, потому что это модель для людей. Мне кажется так. Спасибо. Вот есть такой вопрос. Я, к сожалению, не совсем понимаю, к чему он адресован, к какой части ваше выступление. Сначала комментарий. Прямо введение в подход. Может быть, примеры из практики в качестве иллюстрации? Не знаю, Алексей, можете как-то развернуть, можете оставить без внимания. Введение в подход, это мы любим. Ну, вот как из практики, примеры, пожалуйста. У клиента чудесный день начинается с иногда бутылочки пива утром. Как вам такой пример? Я не знаю, что с ним делать. Тут мы нашли общий язык, конечно, с ним, но, блин, не знаю. А я так вот сейчас затормозил специально, да, чтобы дать вам подумать, куда это проводить. То есть, в классике с Solution Focus мы должны эту область, в общем-то, оставить. Типа, работает, не трогай. Не знаю, но он не алкоголик, там, как бы, все хорошо. Поэтому я просто посмеюсь. Пусть будет такой чудесный день. Алексей, можно немного подробнее рассказать про применение случайности, о которой вы говорили, с примером? С примером, значит, когда мы хотим, так скажем, усилить те вещи, которые идут хорошо, и мы знаем, что они позитивные, но мы не знаем точно, как ситуация на них влияет, или как мы на них влияем, или что нужно, чтобы они происходили. То есть, какая-то вещь хорошая, но она не спонтанная. Тогда, соответственно, мы можем применить вот этот метод случайности, то есть, просто кидать монетку утром и следить. Если у нас монетка выпадает, например, вверх орлом, мы думаем, что это хороший день, и следим за ним, как за хорошим днем. Можно по-разному, можно чуть-чуть притворяться, что это хороший день и так далее. Если монетка выпадает решкой, соответственно, мы обычный день имеем. Здесь очень важно, что это не плохой день, а обычный день. То есть, мы просто не вкладываем никаких усилий, мы за чем не следим и так далее. Любое задание в Solution Focus имеет, как это, имплементировано в нем, то есть, подразумевается в любом задании, что что-то будет наняться. И когда мы наблюдаем за этой монеткой, соответственно, как она выпадет и так далее, то мы насторожим, что называется. То есть, у нас есть поисковое поведение, мы уже следим за какими-то признаками, выделяем нужные признаки, хорошие признаки и так далее. Так? Как там? То есть, оно не просто так задание, это не просто монетка, она еще подразумевает, что что-то меняется, что что-то происходит. И это действительно так, и признаки бывают разные, которые мы ловим, хорошие. И так далее. Монетку бросаем с утра. Какой будет день? Или просто в ситуации выбора, когда мы не знаем, что выбрать, но очевидно, вот не знаем, ну киньте монетку, господи, сделайте так. Спасибо. Как вы сочетаете СФБТ и КПТ? Этот вопрос меня беспокоит несколько. потому что во-первых, интуитивно, можно начать с клиентом так, а можно начать этак. Ну, соответственно, и разные работы, то есть, просто мы работаем в подходе. Вариант второй. Мне кажется, потихонечку, я так прихожу к этому, что Солюшн Фокус дает, может служить вообще рамкой для любых изменений. Смотрите, о чем, то есть, сказать, да, о том, что запустив на первой сессии вот эту модель, эту модальность общения с клиентом и работа, по сути, в этом подходе, но мы можем, наверное, вносить туда элементы разных подходов также. То есть, я не вижу причин, например, по использовать какие-то там техники из когнитивно-поведенческой терапии. Но я сейчас не буду говорить об этом, потому что я на стадии экспериментирования, да, и если я сейчас что-то скажу, а вы будете это делать, и не получится, то вы скажете, что я не то сказал. Поэтому пока зашифруемся. Так, осторожненько скажу, что можно, наверное, и больше гипноза, и больше символа, может быть, использовать на сессиях, но обрамнить это в рамку solution-focused. Алексей, расскажите из вашего обучения у Стивена Инсу про волшебный вопрос. По времени сессии сколько, ну, это, как я понимаю, времени, да, занимает детализация до шкалы после тотального во всех сессиях или достаточно шкальных вопросов и так далее. Интересно все, все про волшебный вопрос. Вот такой вот вопрос. Ну, вы даете это. Давайте отдельно как-нибудь. Не, ну, как я скажу, я честно, вот невозможно засечь время. Смотрите, мы задаем чудесный вопрос. Идет какой-то ответ, респонс, да, описание. причем здесь часто люди делают фокус на том, что это какой-то образ будущего такой достаточно, там может быть, это нет, да, здесь главная фишка в том, чтобы малейшие признаки ловить, такие поведенческие, эмоциональные, когнитивные. Дальше, когда этот образ у вас сложится, достаточно подробный, тогда вы можете переходить дальше. Инсу вела в сторону исключений, то есть она искала исключения и спрашивала, да, вот были ли дни, когда вы там, как чудо. А Дешейзер начинал шкалировать, он смотрел в потолок, когда образ складывался достаточно у него перед глазами образ после чуда, то тогда он переходил просто к шкалированию. Я так понимаю, что это разница в их технике, так скажем. И ну вот по времени я честно не могу сказать. Если сессия минут 40-50, час иногда, ну без разницы, как-то по-разному. Можно быстро это делать, у кого какой стиль, наверное. Наверное, это последний вопрос, который мы успеем обработать. Чем с вашей точки зрения отличается предсказание от планирования на день? Спасибо. Вообще отличается. Вы знаете, я вот сейчас эту тему тоже тогда озвучу. Она интересная. Я поделюсь своим вопросом, который мне нравится. И он заставляет очень хорошо подвигаться вперед. Вопрос такой. Сегодня вечером, например, или завтра вечером. Представьте, что вы завтра вечером уже. Как вы поймете, что день прошел не зря для вас? Вот это такая тема. Я не знаю, как это точно назвать, я называю это децентрация. То есть, мы смещаем временной центр человека куда-то туда, и он смотрит назад, что было успешного, что его бы удовлетворило. То есть, как ему понравится провести день, например, этот. Ну, проще, да, я не знаю, представьте сейчас, что уже 11 часов вечера. вот как вы будете довольны этим днем сегодняшним? Как вы скажете, что да, день клевый? Что нужно сделать? Мне вот статью надо написать, я пойму. Поэтому я с вами буду прощаться. И когда мы там себя представим, нам как-то морально проще понять, что главное, а что второстепенное. А запланировать можно вот мне тут 50 дел и все списки напоминаний в телефоне и ничего. Вот и разница. Окей. Окей, спасибо. Алексей, спасибо огромное за то, что присоединились, выступили, рассказали. Мы сейчас, наверное, пару слов от вас тоже в завершении. Да, вам спасибо огромное, спасибо Виктору, который связался со мной и пригласил честно не ожидал. Вот. И организаторам команде спасибо большое. Меня очень заинтересовало выступление Яцека, который рассказывал про превращение чудесное СФ в психотерапевтическое направление, признанное. Там надо как-то повнимательнее послушать и, может быть, сделать какие-то шаги в эту сторону, в ППЛ или что-то такое. Ну, найти механизмы. Это так перспективно. А так вообще все очень здорово. Считаю, что надо как-то и вживую, может быть, повидаться. Супер. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok